Делегация Калмыков Ехали Ну, обращались, во-первых, ко всем депутатам Верховного Совета И встречающей стороной По всей логике Должен был быть Верховный Совет Республики Хакасия Ну, в целом, то есть наше руководство Возможно, это должен был быть глава нашей республики Однако, исходя из каких-то своих, может, личных опасений Каких-то, ну, я считаю, некой трусости Председателя Верховного Совета Республики Хакасия Речи о должном приеме со стороны руководства республики Обеспечено нашим гостям не было Но ведь не было официального обращения Не было На имя Шпигальского не было обращения официального Да, Лариса, вам сейчас расскажу Вас ввели в заблуждение На самом деле все обращения были Более того, заместитель председателя Шпигальский утверждает, что никаких заявлений От коллег-калмыков не поступало Однако это самое, что ни на есть ложь Калмыцкая сторона направила письменные обращения В адрес Верховного Совета И продублировала эти обращения Оригинальное отделение партии ЛДПР Мы, зная особенности работы аппарата Верховного Совета Отправили дополнительно эти письма В аппарат Верховного Совета 20-го числа этого месяца получается И после этого звонком убедились в том Что аппарат Верховного Совета эти документы получил И получили это подтверждение Но позавчера, когда мы повторно спросили о том, что было Перед нами сотрудники аппарата извинились Склонив голову, сказали, что К великому сожалению нам сказали Сообщить, что мы никаких документов не получали Но Михаил, у этих делегаций Ну у делегаций же не было официального статуса То есть общественная была делегация То есть они не были посланниками народного хурала Подождите, нет, нет, нет Это тоже искусственно такая сформированная позиция Председателя Верховного Совета И в целом его руководства На самом деле в адрес Верховного Совета Направлено постановление от народного хурала Республики Калмыкия Единогласно поддержанное Представляете, единогласно У нас в республике Верховный Совет Ну я не помню вопросов, по которым он бы голосовал единогласно А там, представляете, весь народный хурал проголосовал единогласно В обращении к депутатам Верховного Совета Ну кроме председателя Кроме его председателя Вы что, ну и наш председатель тоже является депутатом Верховного Совета Нет, я имею ввиду председателя Верховного Фурала Он-то не проголосовал против Нет, нет, проголосовали против Нет, это тоже некий вброс И обман, некое заблуждение Поясню Те цифры, которые говорят о голосовании депутатов Что якобы кто-то там проголосовал против На самом деле это вопросы в повестке дня То есть депутаты голосовали за повестку Туда входил и перечень других вопросов Которые рассматривались на сессии народного хурала Что касается конкретно вопроса Постановления об инициативе отставки Владимира Николаевича Все депутаты проголосовали народного хурала единогласно Ну смотрите, Михаил, я так понимаю, да Проголосовали единогласно Выдали мандат этой делегации Официальную бумагу, с которой она приезжает в Хакасию Выдали им деньги на дорогу Оплатили им все билеты Да, всю эту командировку оплатили А между тем они собирают деньги в интернете на эту поездку И наверняка и ваша партия их субсидировала Нет, это сразу скажу, что партия наша к этому никакого отношения не имеет Это равносильно заявлению, что депутаты нашей фракции в Хакасии смогли повлиять на решение О всех депутатах других политических фракций в народном хурале Калмыкии Мы же понимаем, что это абсурдно То есть инициатива по приезду депутатов народного хурала, представителей Калмыкии В целом была лично их То есть есть записанное на видео общение в Zoom Оно есть на YouTube каналах Где четкая калмыкская сторона обозначает свое желание приехать в республику Хакасия И сопроводить это самое постановление народного хурала Ну это понятно, Михаил, вы сейчас выводите в сторону Смотрите, я вам конкретный вопрос Я отвечу на ваш вопрос Да-да-да Что касается сбора средств Дело в том, что помимо депутатов народного хурала Приехали с ними вместе общественники Местные блогеры, представители СМИ Я так понимаю Ну да, местного СМИ, СМИ-блогеры Историки Это люди, которые действительно собирали деньги На то, что, ну на эту поездку Собственно, на перелет На билеты И да, собственно, им помогали жители Калмыкии Собственно, в том, чтобы они сюда приехали Понятно И со стороны ЛДКР, да Такой, скажем так, финансовой поддержки В этом не было Ну даже если и была, то все равно ведь не приезжали Ну, Лариса, я вам говорю, что ее не было Ну хорошо, Михаил И вы можете ставить под сомнение мои слова Но зачем вы мне задаете вопрос Когда тут же отстаиваете свою позицию Нет, ну вот скажите Мандат был, вот статус они имели Вот они должны были его предъявить В Верховный Совет И их должны пустить были на заседание Но у них почему-то не было полномочий И они спокойно там сидели Даже не возмутились Даже не устроили скандал по этому поводу Как так получилось? А зачем? А зачем? Ну потому что цель-то визита была Именно попасть на сессию, я так понимаю Главная цель визита Цель визита была Чтобы председатель Верховного Совета Я так полагаю Ну, коллеги, конечно, цель своего визита Озвучили во всех своих СМИ Ну, во всех комментариях, которые вчера давали Я же со своей стороны могу откомментировать Только с нашей стороны больше позицию Я считаю, что здесь Вне зависимости от любых статусов И целей, с которыми приезжают Такого уровня представители Соседних там дружеских нам субъектов, народов Как минимум, считаю низким и неправильным поступком Не оказать соответствующего приема Все-таки это точно такие же депутаты Избранники народа Приехавшие, обратившиеся к депутатам Народного Верховного Совета К каждому депутату, кто принимал решения В стенах Верховного Совета И просто-напросто проигнорировав Полностью проигнорировав их присутствие Я считаю, это не является Ну, это абсолютно дискредитирует Весь Верховный Совет, такое поведение И не показывает истинного достеприимства Хакасского народа, Республики Хакас Хорошо, Михаил То есть вы недовольны, да? Недовольны? Поведением Верховного Совета Мне стыдно просто за то, что сегодня В глазах толмыцкого народа Ну, хорошо, Михаил Это тоже красивые слова, я понимаю Можно долго об этом говорить А что красивые слова? Валюша, вы так не считаете на самом деле? Я считаю так Просто я хотела немножко заострить внимание на другом Потому что времени мало у нас На чем? О том, что, значит, это была главная цель Они довольны остались, как они говорят Вы довольны? То есть выполнена ли их миссия у нас в Республике? Я считаю, что, видите, лично для ЛДПР Ситуация с калмыками, с их приездом Она является подтверждением нашей позиции Что Владимир Николаевич не достоин того Чтобы быть председателем Верховного Совета Это подтверждение То есть вы сейчас опять не ответили на мой вопрос Довольны? Вы, лично для ЛДПР, будет довольны Когда Владимир Николаевич свой пост покинет Понятно Скажите еще, Михаил Понятно Скажите, пожалуйста, вот вы им какую-то культурную программу организовали? Они посмотрели эти достопримечательности? Ну, мы выполнили вот эту, скажем так Обязанности, которые должны были обеспечить Верховный Совет Потому что мы понимаем, что вот Если у нас в Хакасии в течение года Эта ситуация каким-то образом забывалась То в Калмыкии постоянно протесты и бунты шли Возмущения Мы считаем, что если бы не было обеспечено должного такого приема То волна протестов в Калмыкии возросла Нет, я имею в виду про культурную программу, Михаил Вот вы сейчас уходите Ловите, ну вы дослушайте меня, пожалуйста Я же мысль вам несу И в связи с этим, конечно, мы для того, чтобы Наша республика не выглядела в глазах дружеского калмыцкого народа Столь же унизительно Как ее, в какую ситуацию поставил Владимир Николаевич Мы, конечно, с твоей стороны Обеспечили Такой, ну, прием И показали ряд достопримечательностей Калмыцкая сторона еще один день сегодня будет находиться здесь У нас в республике И мы покажем им ряд нашей достопримечательностей Чтобы все-таки калмыцкая сторона поняла Что все-таки вот этот инцидент Это ошибка, грубость, хамство Со стороны конкретного человека Конкретного председателя Владимира Штыгашева А не позиция всей республики Хакасии, ее жителей Какие конкретные возрастопримечательности можно узнать? Там Саяно-Шушинская ГЭС Ну, безусловно, конечно Саяно-Шушинская ГЭС Гладенькая Куропс Сегодня мы поедем Покажем Туинский провал Артемикидзовский район Копьево Поедем, посмотрим музей Копьевский Ну, то есть Сегодня поедем в том направлении Это будет последний день в присутствии республики, когда они улетают? Ну, пока вроде как ориентировочно, да, последний день Мы весь маршрут, конечно, как бы коллег-калмыков не знаем Вот, но со своей стороны вот нотки культурной программы, конечно Как бы пообещали со своей стороны предоставить Сегодня они? Особенно после того, как им отказали в приеме наши А, Михаил, завтра они улетают, да? Или сегодня? Ну, у нас же самолеты по утрам летают Поэтому это по утрам На московском рейсе, да? Понятно? Ну, да Хорошо, Михаил, все-таки инцидент, я так поняла, не исчерпан И это противостояние опять будет продолжаться? Ну, я слышал заявление со стороны делегатов, что они будут обращаться в правоохранительные органы Оставляется собой, по крайней мере, такое право Как это будет выглядеть, лично я пока не понимаю, потому что инициатива здесь их, конечно Вот, они будут работать в этом направлении Ну, политической подоплеки вы, вот, типа политического пиара в преддверии выборов в Государственную Думу, вы здесь не находите, как я поняла В смысле, вы имеете в виду у нас в республике? Ну, и со стороны ЛДПР, и со стороны калмыцкой делегации, можно сказать Это можно было бы рассматривать, если бы не одно «но», подтверждающий обратный факт Отставку Владимира Штыгашева ЛДПР требует уже больше года И позиция наша не поменялась, поэтому к политическому пиару это вообще никакого отношения не имеет У нас есть четкое убеждение, что Владимир Штыгашев парализовал работу Верховного Совета И мы планируем сделать так, чтобы Верховный Совет начал работать Основная проблема здесь конкретно в руководителе, в председателе И мы будем добиваться его отставки Вне зависимости там выборов в Государственную Думу Если этот вопрос затянется до сентября-октября месяца 2021 года Это не говорит о том, что мы после выборов передумаем заниматься То есть доводить этот вопрос до логического завершения Наша цель – это эффективная работа Верховного Совета Сегодня она зависит от того, кто занимает эту должность Владимир Николаевич должен ее покинуть